Знаешь, вчера у нас было из-за чего? Из-за цифры. Он телефон там передает, он дает 9.31, а этот переспрашивает. Я говорю, ты давай по одной. 9, 8, 1. Дальше по одной, по одной цифре считай. А почему по одной? Да везде пишешь. Мало важно, потому что везде, когда ключевым встречали, когда раньше было, только цифры. Он по 5, 5, 5, по 5 и передавал, а каждая цифра отдельно выбивает. То есть цифровая вся техника, вся на одной цифре. Ну, я в цифре, и капли, и один забирал. Ну, дальше уже, дальше нужно разбирать. Починял просто. Шерпое слово, легко мысли. Я не успел обдумывать, но слова вылетают. И вот, стали дальше разбирать, почему ты так говорил. Когда тебе это говорили, легковыслие подходят к делу, заключается и в другом. Помнишь, там-то было? А вот там-то уже с тобой было, уже срём. У тебя когда в жизни конфликты были? Почему? Ну, давайте разберем конкретно. Лагерь, лагерь, лагерь. Мы гонимся в селе Покровское. У брата, ну, Володя Пищикова. После ночного наследия. Мы многое совершенно не замечаем, и это в нашей жизни. И мы вчера разборку сделали, и ни одного человека пока ехали. И вывод такой, в конце подошли, цифра небольшая, дала нам какой-то огромный материал. Ну, собираемся. Спасибо, Христос, за приём. Помылись там, что семя так скинули. Ну, писать, сидишь, и фэр, и всё, и жар ужасный какой. Рассказываю ребятам, как нужно быть внимательным к тому, что происходит. Спасибо, Господи. Мы не знаем, что будет завтра. И не знаем, какие плоды от того, что мы проехали. Но мы выполняем то, что заповедано. Сидите и ждите, и доколе не обречётесь силой свыше. Как мне представлено было слово, я об этом сказал. Кто Духа Христовы, ну, и тот не его. Священники, если бы они были духовными, вот подумал, они бы мгновенно уходили, сказали, что можно эту тему сказать, и как это проверить или нету. Они промолчали, я понял. Это запредельно, да и уходили. А я далее показал, что такое четыре греха против Духа Христового Духа. Ну, не знаю даже, нет. Ну, и шесть. Ну, что будет, что-то и показать. И последний хулан Духа Христового Духа Христового Духа Христового Духа Христового. О каком грехе? Ну, говорят, семь смертных грехов, говорят люди, деяния, перечисляют. Смертный грех, самый главный, не веря в Сына Божию. Посол Женицын, когда получал новую искупление, он сказал эти слова. Я, говорит, помню, сейчас с детства слышал. Люди забыли Бога, отсюда всё. Люди забыли Бога, пьянство. Люди забыли Бога, перестали работать. Забыли Бога, потеряли Родину. Они забыли Бога, не ценят землю. И вот заедем, вот в такое место, прям глухомань. И везде свалки. Кто-то заезжает, там место проделал, его валят, и там, притом, эти вот, целлофан бы ещё как-то солнце разорвало, а там солнечный лучи не попадает. Вот это вещи. Бетон у него застыл в кабине, привозят туда, свалил, она застыла громадной глубиной. Китай подберёт это всё. Он закопает за руль. И это всё надо видеть и всё вернуть. Понимаете, как, какую роль я могу в этом принять? Для чего мне Бог жизнь продает? Потому что я буду жить столько, я даже в мыслях никогда не буду. Ну вот Бог дал не только жить, но и оказаться нужен. В своём месте и в нужное время. Он везде провёл, даже ни разу не видел. Он дальнобойщик, он ещё не видал. Ну и стали молиться. Что делать? Немножко Игорь там, этот может водить, а они имеют права. Ну, стажёр может совершить аварии, машину потеряешь. И вдруг Николай звонит. Так вы меня ещё с командой не исключили? Нет. Значит, я, да теперь заезжаем за ним. Ну, теперь мы его уже сами отталкиваем. Он всё абсолютно бросил. А дальше по району-то там проще, это районный масштаб. И так в каждом деле. Невыходимые, кажется, вот такие условия. Не знаешь, куда сонуться. Помолились. А там дверь, оказывается, открытая. Мы их просто не видели. И он указывает выход на этого человека, который конкретно поможет. Вот так. Мы многому научились. Здесь подновили связь. А после поедения попроведуем, братья пойдём. Мы попроведуем. И как бы вот не покупка машин вон здесь никогда не было. Да и понятно. Ну и просто возможности нет. Это надо кто-то. Я не шофёр. Да и куда бы поехал. Её у меня Серёжа. Сергей. Складывают они. Ну смотри, залез на это. Хозяин какой. Он у него перчатки даже. Он не надел его даже. Чтобы он не задел. Он, пожалуйста, залез. Лёк, лежит. Хозяин. Пока хозяина нет, полежи ему. Он лежит на полежи. Я не знаю, что он не знает. Я не знаю, что это. Десантин, ночь совершенно одним. Кто, откуда нас если заметили. Я думал, так, если мы заметили, что за нами следят, где мы уже разбиваем лагерь. Как только темняется, мы медленно снимаемся и уходим километров за несколько с обратной стороны и становимся. Потому что я считал, сколько у нас тут в Санкт-Петербурге приехал журналист. Машиной двое ребятишек, маленького там совсем три года. Пацанёнок. Ему 16 лет, если или нет. Взял ружьё. Он дал смысл. Хозяин того же, он сразу в упор убил его. Жена выскочила, он её тоже убил. А ребятишек камнями задолбал и всех скинул в воду. Сел на машину и поехал кататься. И его девок водит. А на сколько писали? Ну, это... Как там называют у нас? Алтарец. Ой, олс. За счёт миру. Сходи, смотри. Ой, блядь. Неохота сходишь. Сходи давай. Он даже никак не голову свесил, я сошел, залез, а у него от крещатки на первую ночь, чтобы не корябов не идут. Я настаивал на это, две собаки, Сережа, какую взяли. Он вас не огорчал, даже где-то заяц или зверь обязательно подал в волосы. Все, а мы заходим так, что ниоткуда нас не видно, ну недалеко от трассы, не больше этого. Это надо было опыта никакого, постоянно повторять, опыта никакого, но сегодня сказать уже так мы не можем. Опыт в 10 тысяч километров, в два километра. Мы сами, наша сестра, дали материал, она шила чехол. Мы не знали, мы тоже об этом. Что там там есть на стене? А я настаиваю на том, что он смотрит, да, 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 то есть она не проявляет. Еще понизу, еще понизу, может еще уйти. Ну вот, если позбор, позборим. Вернемся, мы когда не знаем, мы в течение первой группы. Вообще, наверное, у нас в первой группе, может все. Ну, я знал, и сейчас там курс. А Анатолий, искать корчевший народ. У нас только подарки. Слушай, слушай, вчера священника-то я говорил о подарках. Не взяли? Ну, не взяли, они по вашим еще не сказали. А я предлагаю. То есть, было несколько возможностей выйти, спросить. Ну, вот, на счет того, как организовываться, это тут было сказано. Ну, будет ли на это дело? Я не... Согласно опыту, мне до 50 лет начали. Я знаю, что ничего не сделать, если конкретно ты сам не будешь с конкретным человеком заниматься. Даже самое хорошее поселое. Он вас затягивает, тряски, обыденности, жизни, заботы. И все, затянулось, как будто никогда не было. Конкретно надо заниматься. Он будет недоволен, будет даже отталкивать. Ничего. Перетерпим. Так. Мы готовы. Еще там... Давайте, садитесь. Видишь, надо надо включать. Даже с собакой было. Обсуждение было. Так, чего-нибудь. Он посчитал, я порвести его в тушительную. Я по-другому сейчас. Я буду по тематике задерживать, не знаю. Вот так. А уже результат, говорят, сеющий, поливающий веществ. Бог превращающий. Понимаешь, у него не будет любездаема? Есть листья. Есть листья. Собакой. Еще однажды. Взжимаем мая. Это есть листья. Если принято, поставлено, или начинает занятие осуществляться, если я не просчитал, то он умеет. Бабы намерение начинает просчитать. Вот он вчера сказал, что Игнатий вообще нелегко дает, не считает, не считает, не считает. Ну вывод-то дальше надо делать, не считает. А когда вы эти книги считаете, вы начинаете другие считать. Там одна, однажды, а ей дали книгу, она там открыта книгу, бывший порток, женщина. Ну она положила. Ну вот ей попало до слова Божьей Литусы. Как она в нее врезалась, я тогда понял, это ключ. Она тогда встал ей, давай, так, где те книги? Давай, 20 минут, а ты не смешай. Ну, я надобиваю, чтобы поставили тебе здесь. Давай ходатайся. Ну, когда книги прочитал, вот что я наделал? Да его буквы скорее убрали отсюда. А кто он сам является? То есть она через книгу начала свои мозги ставить на место. Она видит, кого зовешь. Она уже того, кто любит Слово Божие. Если его не любит, а что собственно с ним? То он ответит. Ну да, он совершает требу, но они все не к месту требуют. Он подряд всех венчает. Да не венчает, себя по месту держит. На голову не плавает. Венчания-то вообще и нет сегодня. Абсолютно большинстве. Я вчера был тот, когда храм на крови, а так как с собой я имею самое прямое отношение, меня за него сажали за то, что я публиковал посланный патриарха Тихона. Поэтому вот я увидел когда ту скульптуру, меня пронзила боль. Что мы наделали? Мы, то есть русские люди. Кого мы потеряли? Кого мы на свою голову посадили? Каких из умеров? Это 450 миллионов проглотили коммунистическая идея. 450 миллионов жизней незавершенных, не показавших, не раскрывших таланты, быть может. Это лучшее, что было. И сегодня еще продолжается за Зюганова голосование. Да по делам же нам, что нас истребят все. Поставлена задача полное истребление славянского населения. Задача. И эта задача успешно выполняется. Через все. Ты говоришь, да вот толкую там такие рекламы там везде выставлять. Я никогда не бунтовал. Ну и что? Реклама. Меня она не касается. Я сижу своим делом, занимаюсь мализмом. На тебя ничто внешне не может влиять, если ты отторгаешь от себя. А разговоры они-то поют. Да я никогда на Побыщеву не ходил и не поеду. Киркоров не умный может. Еще одно. Ну давай. Мне не нравится там появляться женщин. Вот здесь не ходят. Его деспотом отпускают еще на аренду. Да какой же это народ? Который слабый, более... У нас сказал не так журналист. Ну ты ответь, у него ничего нет. Он выпущен газовом. Сумасшедший совершенно. И опять... Опять так. Наше мнение сегодня померялось. А эти мнения с ним могут дорожить. Потому что наше мнение связано с тем, что Господь открывает. И это мы... Потому что мы обязаны это показать. Что речь не в грамоте состоит. А в водительстве Духом Святым. И Дух Святой придет и обличит мир о грехе, о правде, о судье. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я к Отцу иду моему не уведите больше меня. И о судье, что князь мира осужден. То есть приговор вывесен. Сатана и все дела. И у людей, которые... Ну любят делать такие дела и прочее. Как раздеты. Народ просто как на пляже. В прошлом году я не видел. Женщины в одних трусах по всем городу везде ходят. Это все американское. Еще с Америки пример добрать. А священники в Польше? Да, вот у нас русские традиции ничего нет. Это обман. Традиции? По поводу священников наших. Дайте какой совет? Как дальше с ними общаться? Что может быть? В какую сторону двигаться? То есть у тебя определенная задача. Образовать общину. Начинайте заниматься. Его пригласили, он против. Ни на что не обращай внимания. Та же ровно обращайся. Будет говорить против. А ты как еще не слышал. Ты делаешь для Бога, не для него. Он говорил, и видно, что он ничего не может сделать. Вот мы даем, а они тут же забывают. Он правильно говорит, но он не работник. Я эти слова знаю, но выводы из них делаются совершенно другие. Я более усиленно должен молиться и трудиться. У нас есть такие люди, приходящие, с которыми разговаривать не надо. Проходят время, а вот он стоит с нами, уже поехал. Все. Да еще дорогой будем скоблить сколько. Еще окалину тут сбивать. Это работа. И работа не на один день. И где и как. И каждый раз думаешь, что мне хочет Бог через это сказать. Мне лично. С ним я разберусь. А для меня? Кто со мной будет разбираться? Он для того и есть, чтобы через него я теперь встал на своем месте. Атк-гол ji-па. Как у нас все идет 700 кг. Пог и до... Субтитры создавал DimaTorzok